Ряд депутатов Народного собрания Гагаузии, сформировавших большинство под знаменами Демократической партии, грубо нарушая законодательство, предприняли действия по утверждению должности Вулканежской нефтебазы руководителя, который ранее был нами снят с должности за неэффективное управление предприятием. То есть это предприятие умышленно банкротилось, чтобы его за копейки приватизировать. Мы этого руководителя поменяли, поставили другого руководителя, Цуркан Иванович. Тот за год ликвидировал все убытки и вывел предприятие на прибыльные. Теперь, когда мы с вами представляли в Народное собрание Гагаузии представителей государства в акционерных обществах, там, где есть доля государственного имущества, Народное собрание Гагаузии самовольно, не имея на то права, без нашего согласия, поменяло представителей и назначило там госпожу Лисник. Мы это решение обязательно обжалуем, поскольку оно противоречит законодательству. Что интересно, закон гласит, фамилию руководителя представляет соответствующее управление, приватизация, назначает за кого голосовать. Ей пакет был вручен, роспись ее есть там? Она самовольно не выполнила указания, которые были предписаны по закону, и она самовольно включает туда старого руководителя и возвращает обратно. Ясно, что представители одной партии из Кишинева присмотрели вулканежскую нефтебазу и хотят ее за копейки прибрать к рукам. Пожалуйста, если вы хотите эту нефтебазу купить, дайте добро на ее реализацию, но акции на бирже, и пусть на бирже любой желающий идет и покупает в конкурентной среде. А видимо, это не устраивает их. Видимо, хотят довести до банкротства, как обычно, рейдерский захват. Продолжение следует...